Начнем с полезной штуки. Турбореактивная воздуходувка. В технологии используется высокоскоростной бесщеточный двигатель со сжатым воздухом. 110 тысяч оборотов в минуту. Куда такая мощь, спросите вы? А я вам отвечу, почистить технику от лишней пыли. Продуть салон автомобиля, опять же, в качестве экспресс-уборки дома. Быстренько сдуть все лишнее со столешницы и чистота. Конечно, это тебе не тряпочка со специальными средствами для очистки, но если уж очень надо, что-то по-быстрому продуть, вполне подойдет. Как часто вы выбираетесь на природу? Ну или может у вас возникает необходимость в дополнительном переносе вещей? Не все помещается в рюкзак и на дополнительное грузоместо? Для таких необходимостей есть шикарное решение. Вот такой карабин. Очень удобная штука в плане переноса чего-то тяжелого или грязного. У крюка встроенный шнур на 85 см, максимальный вес, который вы можете повесить на карабин, до 3,5 кг. С таким приспособлением классно ходить в поход, ну или в мусор выбрасывать. А что, зацепил сзади рюкзака и пошел на мусорку? И руки свободны, и ароматов лишних, не чувствуешь. Боу любителям подводного мира посвящается. Подводный скутер – компактная штука, которая легко может прокатить тебя на глубине до 50 метров, не требует специального обучения. Если вы думаете, что плавать с такой штукой можно только на морях, то нет, вполне хватит бассейна. Такой мини-аттракцион. Выглядит прикольно. А главное, что у него достаточно мощная тяга, которая выдерживает даже взрослого человека. У аппарата две скорости, максимальный около 6 км в час и минимальный 3,5 км в час. Не кисло для морского плавания. Теперь прикоснемся к прекрасному миру гейминга. Вы знали, что споры о контроллерах сродни спорам о Apple и Android, Xbox и PlayStation, мастодонты в мире приставок, поэтому как раз вокруг них и крутятся главные битвы. Но тут на арену вышел Xiaomi, и офигели все. Почему? Потому что контроллер по очень сильно напоминает джойстик PlayStation. И даже виброштуки и всякие плюшки по переключению перекликаются с плойкой. Но вот коннектится он к Windows, Android и iOS, то есть к вашему ПК, телефону и Xbox. Шах и мат. Из приятных плюшек геймпад беспроводной. Гибридная крестовина легко подключается к мобилке и даже имеет кронштейн для поддержки. Приятный пластик, как и все у Xiaomi, очень тактильный и приятный. Так что пара часов у бокса покажется истинным наслаждением. В общем, если вы ищете что-то как у плойки, но на Xbox, то вот это как раз то самое. Еще немного про приятную тактильность, только немного в другой области. Антистресс монетка, крутится-вертится, сечение сверху прикольно щелкают. Регулируемое тактильное устройство, два типа щелчка. Благодаря сменным насадкам можно соединить с крюком и с мелкими сечениями и использовать как спиннер. Можно соединить две монетки и получится прикольный кликер. Вообще, устройство масса модификации, которые можно использовать в зависимости от предпочтений. Круто, что монетки имеют компактный размер, легко можно бросить в карман и достать в удобную минуту. Ну и разнообразие насадок не надоест. А сейчас время для бизнес-идеи. Если давно не можешь найти себе дело по душе, то покупай станок для дублирования ключей и зарабатывай на этом. А почему бы и нет? Но подходит только для создания ключей с вертикальной перфорацией. Плюс еще дополнительно нужно будет закупиться заготовками, так как они не идут в комплекте. Но прошу, будь осторожен, а то рискуешь стать подельником вора-домушника. И если что, я тут не при делах. А это кастет, а точнее материалы для его создания. С помощью такого комплекта можно создать собственный дизайн этого холодного оружия. Главное, соблюдайте технику безопасности, ведь это довольно сложный и опасный процесс, который требует особого внимания. Даже если ты такого никогда не делал, то у тебя обязательно все получится, особенно если прочитаешь инструкцию до того, как все испортишь, как сделал я. А это левитирующее облако. Оно способно громыхать и озарять комнату светом молний внутри облака. Оно парит над овальной магнитной площадкой на расстоянии до 5 сантиметров от поверхности, создавая вполне правдоподобное впечатление, что в результате какой-то природной аномалии настоящее облако залетело к нам в гости. Особенность этого облака, в отличие от всех подобных левитирующих приблуд, в том, что в нем встроена блютуз-колонка. То есть облако парит над основанием, сверкая огнями в такт издаваемой музыки, вращаясь в разные стороны и качаясь вверх-вниз. Будущее не за горами. И об этом напоминает эта механическая птичка, которая лично мне больше похожа на бабочку. Ну да ладно. В любом случае она выглядит максимально современно, и я бы даже сказал футуристично. Управляется это чудо технологией при помощи игрового джойстика, который выглядит не менее интересно. В свободном полете игрушка проводит около 8 минут, чего, согласись, маловато. Только войдешь в кураж, а заводная птичка уже села. А эта штука поглощает вонь с кошачьего лотка. Xiaomi, как всегда, на высшем уровне. Есть крепление и на скотч, и на шурупы. В комплекте только скотч. Вентилятор немного шуршит, запах нерезкий и он есть. Кот принял без вопросов. Батареек в комплекте, конечно же, нет. Как только кот уходит с лотка, через 30 секунд включается моторчик и всасывает воздух, прогоняя его через пластинку фильтра. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно! С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!